Исторический праздник 8 марта появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав. Теперь это еще один повод сказать спасибо представительницам прекрасного пола. Без поздравлений не остаются и героини нашего следующего сюжета. Бабушка, мама и дочь объединяют их не просто родственные узы, но еще и общее профессиональное призвание. В этой семье уже 4 поколения врачей. О женской медицинской династии расскажет Анастасия Иванникова. Сегодня они все вместе за праздничным столом. Традиция такая. Новый год, дни рождения, вот и самый главный весенний праздник. 8 марта тоже стороной не обошли и собрались. И таким семейным встречам далеко не один год. Еще родители приучили, рассказывает Нелли Ивановна. Как раз родители начали еще одну традицию. В этой семье уже 4 поколения врачей. С детства с братом для нас не было ничего странного открыть книжки медицинские по кушерству. Время на чай и несколько нот. Тоже по традиции в медицинской семье время находили и для музыкального образования. Причем получали его тоже. Ни много ни мало 3 поколения женщин. Вот только на чаше весов. Больше за, раз за разом было все равно у медицины. Впрочем, вместе эти женщины не только в праздничный день, пусть и на рабочих местах, в профессии. Медицинские вопросы обсуждают и при встречах, и по телефону. Да и как по-другому, говорит Анастасия, младшая из династии врачей. Ведь родные были первыми учителями. Именно они рассказывали и то, что такое понимать пациентов. Еще в первом классе она рассказывала сверстникам о том, как вылечить головную боль и помочь при переломе. Но все же в ее медицинском будущем родным пришлось усомниться. Четвертого поколения врачей в этой семье могло попросту не быть из-за артистического таланта дочери. Анастасия даже думала поступать на актерский. Сегодня заверяет, передумала точно не зря. Из поколения в поколение передается вот эта вот медицинская династия. И, ну, скажем так, не знаю, наверное, с пеленок уже было как-то понятно, что и я тоже буду ее продолжать. И в итоге замуж я вышла за парня, который тоже работает врачом. И уже все подшучивают, что, наверное, и в будущем она не прервется, эта династия. У меня с детства вот эти вот истории про студентов, про какие-то болезни, про патологии и так далее и тому подобное. Это было, наверное, даже вместо сказок на ночь. Эти самые сказки о медицине с детства рассказывала мама Марина Александровна. Теперь с профессией, которая должна стать призванием, знакомит, как и мама Нелли Ивановна, студентов медицинского университета. Сама же Марина Савченко прошла все ступени. От участкового врача-терапевта до заместителя декана лечфака. В свое время совмещать приходилось и студентов, и больницу, и дежурство, к тому же дочку воспитывать. Родные помогали. Кстати, от мечты стать врачом не отговаривали. Впрочем, и сама Марина Александровна мужской эту профессию уж точно не считает. Ровно в той же степени, в которой нужна жесткость, твердость, принятие решений. Для того, чтобы работать с людьми, особенно с людьми больными, нужно терпение, нужна мягкость, нужна отзывчивость, нужна огромное море терпения. В наибольшей степени этими качествами обладают все-таки женщины. В первую очередь, как женщина, не просто первоклассных врачей поздравляют их в этот весенний праздник. Ведь они не просто дарят вторую жизнь своим пациентам, но еще и создают тепло и уют в собственных домах. Анастасия Иванникова и Юлия Матяш, телекомпания «Эстер».